Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами на очень интересную такую тему, а именно, что выбрать? Разработку мобильных приложений или разработку игр, соответственно, под мобильные устройства. Тема очень интересная, я несколько месяцев сам думал идти в сферу геймдева. В общем, я расскажу о том, что я узнал и расскажу о всех трудностях, которые вас ждут, если вы выберете для себя изучение геймдева для мобильных устройств. Я не писал для этого видео никакого сценария, поэтому все мысли будут формироваться на ходу в соответствии с планом, который я для себя оформил. Итак, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Вообще видео с рассуждением на тему, что выбрать, я очень люблю снимать, потому что такие видео собирают очень много просмотров. Поэтому и вообще не полезны, потому что каждый новичок, каждый человек, который входит в какую-то сферу, именно это очень сильно касается программирования. Вот часто перед ним стоит выбор, что выбрать, ведь под каждые нюансы, под каждую мелкую деталь в программировании используются разные технологии. То есть мы, допустим, под Android, под разработку Android, приложение 11 технологий, под разработку iOS, приложение другой стек технологий, под разработку сайтов, допустим, таких шаблонных 11 технологий, под разработку e-commerce сайтов, другой стек технологий, под разработку игр, например, игр типа как GTA, типа как Need for Speed, 11 технологий, под разработку мобильных небольших развлекательных игр, другой стек технологий. Поэтому здесь есть свои нюансы и тут очень большое поле, где мы можем разбежаться. И в итоге сегодня я вам расскажу, что я узнал, когда изучал сферу геймдева, то есть изучал то, что должен знать разработчик игр. Я буду говорить именно сегодня про мобильную разработку, но также и коснусь большой разработки. Итак, мы начинаем. Итак, первая деталь, которую вам нужно знать, когда вы собираетесь идти в геймдев, это то, что вам предстоит узнать столько всего нового, столько новых навыков освоить, перед тем, как вы подойдете просто к самому программированию. Так как перед тем, как вам запрограммировать какие-то события, какие-то действия, допустим, вашего персонажа в игре, вам перед этим нужен материал, с которым работать. То есть вам нужна компьютерная графика. Да, конечно, есть сайты с готовыми материалами в качестве компьютерной графики, с готовыми пейзажами, с готовыми, скажем так, персонажами. Но есть бесплатные, да, я не спорю, есть бесплатно. Но это выглядит настолько все шаблонно, что в этом нет смысла. Никому не имеет смысла делать шаблонную игру. Зачем делать, я извиняюсь, очередной кусок чего-то нехорошего. Ведь можно сделать что-то оригинальное, немножко вложив своих средств, где-то усилий, да. Есть платные варианты покупки именно персонажей, именно вот этой всей компьютерной графики. Но опять же, вы это купите, купит еще кто-то другой, и у вас игры будут похожие. Поэтому я считаю, наилучшим способом является создание своей компьютерной графики. И тут мы сталкиваемся с самыми первыми трудностями. Это как же мы можем создать компьютерную графику. Я думаю, не секрет, что сейчас актуальны лишь 3D игры. Потому что, ну, 2D игры уже не сильно актуальны. Ну, они актуальны, они пользуются, да, спросом. Но создавать 2D игру я бы сегодня не стал бы. Я бы сосредоточился на 3D игре. И вам нужны материалы. Вам нужно создать, как минимум, персонажей. Допустим, если я успел персонаж ездить на машине, вам нужно создать автомобиль. И это все нужно сделать вам. Так как, я думаю, вы начинаете, у вас нет особо... Вы можете, да, нанять дизайнеров, нанять 3D моделлеров, нанять 3D аниматоров, чтобы вам все это сделали. Но я вам расскажу про полный стэк, что вам нужно знать. Во-первых, вам нужно создать 3D объект. 3D объект создается... Есть несколько программ, где вы можете 3D объекты создавать, да. Но самой основной программой, в которой создаются 3D объекты, является ZBrush. И она платная. Ну, конечно же, вы можете скачать все это. Программу кряхнута уже бесплатно. В чем состоит сущность создания 3D объектов? У вас есть простые объекты, типа шар, они так называются. Эти объекты простые называются сферами. У вас есть шар, у вас есть куб. И он подобен цифровому пластилину. Вы, используя разные кисти, вы можете вдавливать, выдавливать и придавать различные формы этому шару. И в итоге у вас появляются какие-то фигуры. Это очень тонкое мастерство. Этому нужно очень долго учиться. Я думаю, для того, чтобы хорошо научиться моделить, нужно где-то полгода. То есть, вот вы научились моделить, да. Какие-то простые объекты. А как вам здесь моделить человека, допустим. Или персонажа, который хоть чуть-чуть напоминает вам человека. Тут вам нужно изучить анатомию. Есть, я видел курс по анатомии, он в районе десятки что-то стоит. И его все советуют. То есть, вы должны понимать, как создавать именно персонажа, как человека. Также вы, ну, допустим, горы, вот эти пейзажи, все дома. Вы можете быстро это научиться создавать, эти 3D объекты. Потому что это более или менее просто. На ютубе есть множество уроков по Азербраш. Даже есть на английском, там с английским названием, но там по-русски написано. В общем, вы можете все это освоить, было бы желание. Итак, у вас есть, допустим, объекты, да? Но у вас объект должен двигаться, что-то должно происходить. Поэтому вам нужно санимировать объект. Ну, и насколько я слышал, что объекты анимируются, тогда добавляются так называемые кости. И потом все движения отлаживаются. Для анимации, я слышал, подходит в синема, некоторые в синема 4D это делают. Есть Maya, но есть также софт, в который очень часто пользуются разработчики. Где вы можете и создать, то есть 3D объекты, то есть как из пластилина их собрать. И окрасить там, и там сделать анимацию. Я говорю сейчас о Блендере. Вроде как говорят, что Блендер это уникальный софт на все случаи жизни для разработки компьютерной графики. И вот когда есть у вас вся эта компьютерная графика, вы уже можете построить сюжет своей игры, и вы можете уже все запрограммировать. И тут, наконец-таки, у нас появляется облегчение. Я вам сейчас скажу то, что вас очень сильно обрадует. Под Android и под iOS игры в мобильной разработке создаются на одном и том же языке. Скажите, неправда? Неплохо ли? Это язык C-шарп. Я сейчас говорю про простые игры. Допустим, если вы крупной компанией и создаете игры а-ля GTA или Need for Speed, там, как правило, используется C++, но дело в том, что под мобильные игры используются готовые движки. Главным движком является Unity. Есть еще Unreal, но в основном используется Unity. И Unity, это если вы начнете работать с ZBrush, допустим, с Blender, и вы чуть-чуть поймете, что такое разработка компьютерной графики, в Unity тоже есть все разрабатывается. У вас перед вами сцена, в которой вы размещаете объекты прямо уже в Unity, и каждый объект можете программировать. Да, я не знаю разработку игр, я рассказываю о том, о чем я узнал, когда присматривался к этой сфере и понимал, стоит ли туда заходить или нет. Так вот, когда я присматривался к этой сфере, я понял, что я в эту сферу зайду, но я зайду в нее через два года. Сейчас я делаю для вас контент по Android разработке, я разрабатываю свои приложения, и самое главное, я начал изучать декстопную iOS разработку. Для меня сейчас это приоритет, поэтому я к разработке игры пойду чуть позже. Но самый факт, что вы можете разрабатывать игру на готовом движке Unity, который нужно скончать, пишете все на языке C-sharp, подобие платформы, но вам нужно создавать сначала компьютерную графику. Это, к сожалению, минус. Что по возможности монетизации, заработка? По наличию вакансий, по наличию, по уровню зарплат, я смотрел в своем городе миллионики на юге России, что в мобильном приложении, что в разработке игр, ситуация плюс-минус одинаковая. Сильно разницы нет. Что по поводу фриланса, что та на русскоязычном фрилансе, что при разработке приложений мало платят, что при разработке игр мало платят. Если фриланс, разработка игр, разработка приложений, идем на иностранные биржи. На русских биржах ловить нечего. По поводу монетизации, да? И по поводу монетизации игр. Какие есть возможности монетизации? Самое простое, что приходит на ум, это размещение рекламы. Напичкаем рекламы и зарабатываем, делайте бесплатные игры. Если мы берем самые сложные варианты, то можем делать игры платные, или можем делать магазины, в котором человек будет покупать, допустим, уровень жизни, восстанавливать здоровье. Но это уже ваши личные, как вы придумаете сюжет игры. Да, игра всегда начинается с сюжета. Поэтому без сюжета даже не стоит ничего начинать. То есть, вы должны уметь затащить пользователя в свою игру и как-то это все смонетизировать. То есть, через покупку каких-то товаров, плюшек, прям для игры. Поэтому вот такие способы монетизации. Стоит ли идти в геймдев? Если вы выбираете разработку мобильных приложений и геймдев, я на вашем месте начал бы с разработки мобильного приложения. Это более простой вариант. Вы сразу уже через неделю, у меня, допустим, на курсе Android-разработчик за 3 месяца ученики уже через неделю видят свой первый результат. Для разработки игр вы можете полгода никакого результата не видеть. Можете год, можете два года не видеть абсолютно никакого результата. К этому нужно быть готов психологически. По поводу монетизации и вакансий. Я сказал, что вакансий много, что для разработчика игр и зарплаты, там, в принципе, плюс-минус одинаковый. Но пройти проще на разработку разработчика мобильных приложений. Потому что, да, возьмите того же iOS-разработчика. У вас в iOS-разработке конкуренция вообще маленькая. А если, допустим, да даже... Потому что там порог входа большой. Там нужен MacBook, чтобы начать программировать. Поэтому маленькая конкуренция. А вот, и даже если взять Android-разработку мобильных приложений, при правильном освоении правильных актуальных стек, стека технологий, вы также можете хорошо выделиться на фоне других кандидатов. И также можно легко пройти. С геймдемом все не так. Вы можете учить, да, и компьютерную графику. А потом окажется, что и компьютерную графику вы пойдете на работу, а там компьютерную графику вы не будете делать. Ну, естественно, вы не будете делать. Потому что я, конечно, рассказывал, что нужно делать компьютерную графику сначала. Но я сейчас рассказывал о том, если вы будете создавать собственные игры, да. Если вы пойдете на работу, то за вас там будет целый... Там одни дизайнеры делают, просто рисуют макеты. Потом 3D-модели или модели. А один отдел делает пейзажи. Другой отдел делает персонажи. Четвертый отдел делает уровни, да. Пятый отдел занимается суровыми уровнями жизни, восстановлением, здоровьем. Вот всем этим занимается другой отдел. Это только дизайнеры. Есть еще мошен-дизайнеры, которые создают, например, ролики, когда у вас запускается игра, история вам показывается, видео, да, какая-то мультяшная, анимационная. Это делают мошен-дизайнеры. Другие мошен-дизайнеры делают маркетинг, рекламные ролики. Программисты одни, которые программируют поведение героев, да. То есть там настолько расширено это созвездие отделов. Поэтому я вам сейчас рассказываю о том, если вы будете самостоятельно создавать свои мобильные игры, что вас ждет. Поэтому это очень сложно. И вы пока увидите свой результат первый, вы просто, скорее всего, вы опустите руки. Поэтому сюда нужно заходить уже с опытом хотя бы в мобильной разработке. В смысле в разработке мобильных приложений. В общем-то, вот такая ситуация. Преимущества не сильно большие. Ну, есть одно хорошее преимущество. Будете создавать свой проект. Если вы создадите такую игру, в которую будет классно играть, то вы просто себе такое имя сделаете. Но также можно сделать и на мобильных приложениях. Просто на мобильных приложениях там просто. Ты зашел, через неделю получил результат. Тебе ясно и понятно, как это монетизировать. Создаешь приложение для конкретного бизнеса. Создаешь свои проекты. То же самое. Игру сделал, а может в нее никто не будет играть. Приложение конкретное мы делаем под бизнес. Игра это не бизнес, это развлечение. Но на развлечении тоже можно много денег зарабатывать. Что выбрать? Я советую начать с мобильных приложений. Присмотреться, потом через пару лет перейти. Возможно сделать свою игрушку какую-то. Заодно пока эти два года будут вести, вы можете продумать сюжет для игры. Посмотреть, что в других играх. Что-то придумать свое. И тогда уже можно реализовать. Но если много денег, то можно все на заказ сделать. И тогда в принципе вам не нужен гейндайв. Вот такое мое мнение. Конечно оно не является истиной. Потому что это лишь мое мнение. То на что я смотрел. И скажем так, я уже серьезно к этому подходил. Потому что я купил даже один очень дорогой курс. Поэтому и даже не научился немножко моделить. Но опять же, я это делал для себя больше для развлечения. И поэтому если к серьезно подходить, то знайте, что перед тем, как что-то делать, вам нужна компьютерная графика. И конечно, если вы сделаете какую-то гейненькую компьютерную графику, в это никто не хочет, никто не захочет играть. Нужно делать, нужно делать очень классно на уровне. Поэтому решать вам, куда идти, я считаю, лучше идти в мобильные приложения. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. На недельке выпущу видео о том, как мы на курсе создаем архитектуру MVVM для построения мобильных приложений. Все будет дома в четверг. А на сегодня у меня все. Всем пока.